Добрый вечер, дорогие коллеги! Всех приветствуем на очередной встрече нашего постоянно действующего дискуссионного клуба «Чаепитие у классиков». Я несколько слов вначале скажу, собственно, о формате того, как проходят наши встречи для тех, кто первый раз к нам сегодня присоединился. Клуб наш работает уже четвертый год, собираемся мы ежемесячно, и, собственно, основная цель нашего клуба — это собираться и обсуждать такие вот злободневные актуальные темы, связанные с психологией, но особенно мы ориентируемся все-таки на запросы со стороны студентов, магистрантов и аспирантов, и вот в этом году такая возникла идея встречаться и обсуждать книги по психологии. И в частности, вот поскольку не все, книги, к сожалению, имеют возможность свободно читать по-английски, но мы все к этому стремимся, вот возникла такая идея обсуждать книги, которые выходят на английском языке, и поэтому не для всех доступны, но от этого ничуть не менее интересны и полезны для прочтения. Вот сегодня у нас такая совершенно замечательная возможность. К нам приехал профессор Манолис до Фермус, с радостью его представляю. И несколько слов хочу сказать. Уже очень давно наш университет сотрудничает с профессором Манолисом. Он из университета Крита. И это вот тот человек, который на самом деле совершенно неоценимый вклад внес в популяризацию культурно-исторической теории на Западе. То есть это тот человек, который пишет, рассказывает в мире о Выгодском, о наследии Выгодского и о том, как сегодня культурно-историческую теорию можно применять. И книга, о которой профессор Манолис сегодня расскажет, называется Rethinking Cultural Historical Theory, A Dialectical Perspective to the Godsky. Всегда очень сложно переводить название, но вот я предприняла попытку, Манолис прекрасно говорит на русском языке. Манолис, я рискнула перевести, назвала это переосмысливая культурно-историческую теорию. Манолис философ, психолог, даже я боюсь перечислять всё. Идея наша такая, что мы рассылали главу, чтобы вы могли заранее ознакомиться с кусочком книги. Но, возможно, Манолис сам расскажет сначала о том замысле, который у него был, и можно будет, да, в таком свободном формате задавать вопросы и как-то, да, вот так совместно построить обсуждение. Я напоминаю, что встреча у нас неформальная. Пожалуйста, угощайтесь, пейте чай. Манолис вам слово. Спасибо большое. Сначала мне хотелось бы поблагодарить Ольгу Витальевну за приглашение на это прекрасное мероприятие, которое организовано. И для меня это большая честь и огромная радость каждый раз участвовать в мероприятиях, организованные университетом МГППУ. И, конечно, это, могу сказать, связано с характером самой книги. Для меня есть объективная трудность рассказать об этой книге. И эта объективная трудность связана с обстоятельствами, которые я постараюсь изложить. Первое обстоятельство состоит в том, что, с моей точки зрения, любой автор до конца не осознает, что, собственно говоря, делает. Более того, чем более сложная форма либо это научного, либо это художественное, скажем так, произведение, чем более комплексный характер вопросов, которые затрагиваются, чем сложнее понять, что, собственно говоря, было произведено. Спасибо. И поэтому очень часто мы видим, что писатели, ученые часто имеют определенные суждения о том, что, собственно говоря, делают, но они отчасти отражают логику своего, скажем так, произведения. И так что очень трудно мне судить о результате моего собственного труда. И вот эта книга ждет своего читателя, который со своими вопросами, со своими отзывами, со своими возражениями, поможет мне самому разобраться, а, собственно говоря, что я сделал. Это, вы знаете, я просто хочу в связи с этим напомнить слова, по-моему, Тютчев писал о том, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Так что это объективная трудность, и любой ученый, писатель ждет как раз вот этот отзыв для того, чтобы развить дальше, понять, что он, собственно говоря, сделал, и что нужно, какой следующий шаг. А уже вот это мое последнее предложение, которое было высказано, в какой-то степени отражает вторую сложность. По крайней мере, как только я написал эту книгу, у меня как бы идет переориентировка на какие-то новые проблемы, на какие-то новые задачи. И в этом смысле хотелось бы напомнить слова немецкого философа, был очень важный немецкий философ Фихте. Фихте писал замечательное произведение «Назначение ученого». В этом произведении он написал, что назначение ученого – это, по сути дела, назначение человека. И назначение ученого служит человечеству. Может быть, звучит слишком грандиозно, слишком так, ну, казалось бы, ну, как же так. В этом произведении Фихте писал о том, что любой ученый, как только он проделал определенную работу, он должен не просто смотреть позади, что он сделал, тем более, хвастаться и говорить, вот, вы знаете, вот, смотрите, что я сделал, выпендриваться тем более, а смотреть то, что стоит вперед, какие задачи открыты, какие задачи нерешенные. Как только закончил вот эту книгу, стал задуматься именно не о том, что я сделал, а над задачами, которые, с моей точки зрения, остаются нерешенными, с проблемами, которые не удалось решить. И мне даже более приятно говорить об этих нерешенных проблемах, о задачах, над которыми нужно еще ломать голову, вот, чем говорить о том, что я сделал. В какой-то степени такой подход отвечает самой сути культурно-исторической теории. Я просто хотел, в связи с этим, напомнить, что для культурно-исторической теории, с точки зрения культурно-исторической теории, нужно рассматривать не просто уровень, который достигнет на определенной ступени развития андогенеза личности, а именно на задаче, которые стоят, на задаче развития, дальнейшего развития личности, которые еще не реализованы, а есть потенциал для того, чтобы идти вперед. Так, и с этой точки зрения, мне хотелось бы больше обратить внимание не просто на то, что сделано, а больше на то, что предстоит делать. Более того, мне хотелось в связи с этим сказать, что сам характер нашего сегодняшнего мероприятия, вот те пяти классиков, наводит меня на мысли о абсолютной правильности слов Бернара Шарбского, который писал, «Мы подобны кармикам, усевшимся на плечах великана. Мы видим больше и дальше, чем они, не потому что обладаем лучшим зрением, не потому что мы и выше их, но потому что нас подняли в величине, в нашу рост собственным величием». И, конечно, тот великан, о котором я подразумеваю в конкретном случае, это Виготский. Мы можем сейчас видеть дальше, потому что действительно мы стоим именно на его плечах в той степени, в которой мы можем подняться на его плечах. И оказывается, что несколько десятилетий спустя подняться на плечах Виготского весьма трудно, нелегко. И как раз моя книга состоит в попытке осмыслить именно сложность понимания самой культурно-исторической теории и того широкого исторического, культурного, философского, научного контекста, который способствовал ее формированию. Может быть, я постараюсь кое-какие, скажем так, идеи высказать не о том, что сделано, а какие у меня мотивы были заниматься этой проблематикой. Один из главных мотивов – это ощущение кризисной ситуации в науке. Когда я читал, я был аспирантом на факультете философии Московского университета, это были очень сложные 90-е годы. Вот работа Виготского, исторический смысл психологического кризиса произвольно меня сильнейшее воздействие. Я почувствовал живую мысль человека, вроде бы он, его нет с нами, но живая мысль чувствуется. В то время, когда можно читать статьи, книги, которые в массовом масштабе издаются, публикуются в журналах и даже в журналах с очень высоким импакт-фактором, как говорят, а там я чувствовал абсолютно пустоту, повторяемость, отсутствие, скажем так, как какое-то живого слова, мысли, которое может подтолкнуть на развитие. И ощущение кризисного состояния в науке, которое описано на примере Виготский в психологии в 20-е годы, мне кажется, что даже несколько десятилетий спустя сейчас более актуально, чем то, что было написано тогда. И одна из причин, скажем так, вот этого кризисного состояния, которое оказалось не только психологией, как дисциплина, как наука, а и другие дисциплины, удалось выяснить в какой-то степени в контексте дискуссий, которые существуют, но последние, скажем так, 20 лет, сферы философии и истории науки. Многие философы и историки науки говорят уже о кризисе не только психологии, но о кризисе науки. И есть разные попытки определить, какая же, собственно говоря, причина этого кризиса и как выйти из этого кризиса. Есть много разных попыток осмыслив. Мне хотелось бы обратить ваше внимание только на одну сторону. Это не может быть исчерпающие, скажем так, объяснения или даже описание этого процесса, который в свое время заметил Виготский. Виготский заметил, что в психологии, то, что было сказано в психологии, по-моему, совершенно справедливо, не только в психологии. Наука идет, он использует такое выражение, один шаг вперед, какой шаг вперед, это накопление огромного эмпирического материала, огромное, а это тенденция накопления огромного эмпирического материала, а с другой стороны, два шага назад, в каком отношении? В теоретическом понимании, в теоретическом объяснении вот этого накопленного материала. А наука, это не просто описание. Если бы наука сверла столько к описанию, тогда наука сводится, по сути дела, к здравому смыслу. Как раз наука решает те задачи, которые стоят за рамки обиденного сознания, за рамки здравого смысла, за рамки описания. И вот эти задачи, по сути дела, остаются вполне, скажем так, неосмысленными, не решены. То, что для меня была особая цена, что я ощущал, что личность Виготского и его не просто теория, но сам путь его развития, его теории максимально соответствует тем задачам, которые стояли перед психологией, скажем так, пока я буду ограничивать психологию, с моей точки зрения, это выходит за рамки психологии, на определенной стадии ее развития. Матолис, можно вас попросить, я просто не слышно сзади. А, да, 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 да. Хорошо. То есть здесь я почувствовал, что за короткий период своего, разрешите мне сказать, антогенеза, как личность, Виготский проделал огромный путь филогенеза, психологии, как науки. То есть ход его развития как личность соответствует, скажем так, разрешите вот такое слово, магистральному пути развития определенной дисциплины. И одна из причин вот такого соответствия состоит в том, что Виготский был такой личности, который очень близко к типу личности, который описал Фихте. То есть действительно он служил человечеству, действительно он стремился к истине, и вся его жизнь была подчинена этому служению, беззаветному служению. Кстати, одна из причин, скажем так, кризисного состояния науки с моей точки зрения связана с тем, что идут процессы разрушения самого субъекта научного труда. Идет процесс индивидуализации, идет процесс, скажем так, когда, скажем так, сугубо сиюминутные, свои корыстные интересы становятся преобладающими для личности. И многие ученые в силу, я не хочу обвинять ученых, просто они поставлены в таких условиях, когда по сути дела стало очень сложно заниматься творческой деятельностью. Очень сложно, чрезвычайно сложно. Не в силу того, что они, ученые могут быть талантливыми, могут быть очень способными, но сам факт институциализации науки, сам фарм организации науки требует от них задач, решения каких-то вопросов, ставить перед ними задачи, такие задачи, которые, скажем так, мешают развитию их творческого материала. Допустим, в течение года публиковаться в каких-то журналах с высоким импакт-фактором. А творчество по заказу так не делается. Не делается по заказу. Если это творчество, а не массовое производство, скажем так, пейпер, так называемый, который не вносит новую идею, новую перспективу, новое видение каких-то открытых, насущных, острых, так, скажем так, методологических теоретических, как и практических социальных проблем. Так что задачи, которые ставил Вигоцкий, остаются в какой-то степени неразрешены. И вот эта книга была попытка осмыслить вот этот сложный путь его индивидуального развития. И здесь все это с моей точки зрения связано с диалектикой. С точки зрения диалектики нужно рассматривать не просто результат, а именно процесс, который ведет к результату. противоречивый нелинейный. Более того, с моей точки зрения, процесс производства научного знания включает в качестве необходимого элемента заблуждений, ошибки, включает, скажем так, определенные несостыковки. И это не что, скажем так, эти заблуждения, эти ошибки. Это не просто потому, что творец, автор, ученый чего-то не понимает, а потому, что сам процесс познания противоречив по своему характеру. И вот с моей точки зрения нужно объективно выявлять именно вот это противоречивость процесса производства нового знания. Мне показалось, что изучение того сложного пути развития Виготского как личность это дает такой богатейший материал для понимания этого процесса. Вы знаете, я по своему образованию не психолог, и очень часто меня на факультете называют «вы психологи». Я не психолог, я философ. Я смотрю психологию с точки зрения философии. И это надо открыто говорить, точку зрения, скажем так, рассмотрения психологии и почему собственно говоря это так важно. Как вам уже сказал, моя сфера это эпистемология и психология, то есть это философские проблемы, философские обоснования, скажем так, психологии как науки. в сфере философии и истории науки сформировалась такая традиция, что в качестве образца науки берется физика. И традиционно философия и история науки это осмысление физики. и это допустим теория Куна о научных революциях или допустим Лакатуса о математике но в большей степени тоже о физике. То есть большинство философов науки ориентируется именно на физику. Физика конечно очень интересная наука но тем не менее я думаю что психология не менее интересная наука и осмысление психологии как науки которая объективно изучает предмет скажем так более сложной чем физика науки которая скажем так объективно занимается определенными процессами а высокой сложности может быть очень полезным вот это философское осмысление психологии не менее по крайней мере чем осмысление физики как науки в сфере философии науки по отношению к психологии весьма скажем так условно либо безразличная либо чисто отрицательная считается психология это преднаука это вообще не наука и есть какие-то основания но тем не менее по сути дела нет ни одного серьезного осмысления я я это говорю потому что это скажем так вот мой предмет место и роли психологии в системе науки более того если другой скажем так недостаток если посмотреть допустим на книги по истории психологии я преподаю на кафедре на моей кафедре по психологии историю психологии я хорошо знаю со всеми учебниками которые выпускаются в разных странах я могу следующее сказать культурная историческая теория и вообще вигодский либо вообще не представлен либо представлен в такой форме уродливый что от него ничего сегодня остается то есть по сути дела нет осмысления места и роли культурно-исторической теории в истории психологии нет такого то есть рассматривается да культурно-историческое что-то маргинальное непонятно и сложное кстати можно обвинять вот американских коллег чем угодно что неправильно понимают культурно-историческую теорию и можно найти действительно вот какие-то ограниченности и так далее но нужно еще понять сложность американских коллег я имею ввиду Джером Бруннера Майкл Коул объективную сложность их объяснить культурно-историческую психологию и теорию деятельности в контексте американской психологии для других американских психологов это слишком сложно это вообще непонятно для чего это нужно то есть перед ними стояла очень сложная задача они решали как умели я не хочу ни обвинять ни критиковать но как говорил своего рода Спиноза понимать вот в первую очередь надо понимать перед тем как критиковать тем более огульно или отрицать или моя задача задача которую я поставил осмыслить в какой-то степени место и роли культурно-исторической теории скажем так в более широком контексте истории психологии и философии я бы так сказал философии и истории науки вот собственно говоря некоторые вот то что я рассказал это не презентация моей книги кстати о презентациях я могу сказать следующим образом во многих презентациях то есть вы знаете что везде есть традиция использовать powerpoint но есть очень много исследований которые показывают что powerpoint создает такой тип линейного мышления убивает есть даже выражение что убивает критическое мышление вот это ощущение противоречивости сложности процесса вот процесса развития мышления это очень удобно это очень приятно это можно держать скажем так больше времени аудиторию чем более когда молодые люди нелегко удержать их внимание это все понятно но тем не менее систематическое использование powerpoint можно говорить что воздействует отрицательно на развитие с моей точки зрения в их психической функции вот если говорить словами и поэтому я предпочитаю я могу использовать часто использую но всегда вот я предпочитаю вот такое живое общение то что все что я сказал это не презентации моей книги как я попытался сказать почему я не могу это делать задачу которую я не смогу решить представить свою книгу я не могу и это выходит за рамки скажем так того что я могу решить эту задачу я не могу решить эту задачу я рассказал больше о своих мотивах о том зачем собственно говоря заниматься этой проблематикой вот и все я перед вами готов отвечать на ваши вопросы и я не знаю если кто-то из вас успел познакомиться с этой главой которая была роздана и есть какие-то другие вопросы и вот и все я не знаю кто да как по-моему вид первое у меня вопрос я к сожалению не смогла ознакомиться если можно подсолнце а то вас совсем не слышно я хочу спросить вы говорите о том я согласна что нет серьезного осмысления как раз таки роли психологии как науки и ее методического основания я тоже философ специальности меня это очень удивляет и почему как вам кажется почему это так почему до сих пор действительно этого не произошло почему нет осмысления психологии да но в сфере философии науки в длительное время господствовал позитивизм одна из особенностей позитивизма это так называемый физикализм что такое физикализм что по сути дела нужно свести язык науки языку физики и поэтому скажем так представляло что сфера психологии единственное течение которое может решить эту проблему это бихевиоризм не случайно что в 30-е годы бихевиоризм был воспринят философом науки как единственное научное течение психологии научное потому что занимается наблюдением скажем так поведения в то время когда во-первых культурно-историческую психологию вообще не знают и я могу сказать что те которые попытались читать культурно-историческую психологию я не знаю если вполне возможно знаете если вообще наша аудитория знает есть такой считается очень модный западный философ сознания Джерри Фодор американский философ он написал такую статью о книге Виготского «Мышление и речь» я могу сказать что абсолютно ничего он попытался как-то критиковать Виготского абсолютно ничего не понятно не понял в чем состоит это произведение для для них культурно-исторической психологии либо вообще отсутствует потому что они никогда не занимались этим либо это как допустим отношение к психоанализу психоанализ считается что это пример лженауки это вообще не наука так что отношение скажем так к любимой психологии так же как и отношение к вершине психологии они не знают о таких делениях так же отрицательное или скажем так безразличие это безразличие человека который не знает и доволен тем что он знает но очень трудно поколебать его потому что он считает что он довольствуется самим собой своим знанием и очень трудно ему что-то даже если возражать переубедить его очень сложно так что есть объективные причины отсутствия серьезного смысления места и роли психологии в системе наук да пожалуйста я тоже не читал эту главу поэтому мне придется так решать трудно помогать вам оценить то чего я не знаю и подсказать то чего вы не сделали тем не менее я буду как-то пробовать может быть куда-то вырули мне кажется что положение российских ученых сегодня еще хуже чем положение тех о которых вы говорите я много общаюсь сейчас люди вынуждены написать какое-то количество статей на близком языке отрегулироваться в какой-то международной системе оценок причем на чужом языке то есть не раскрывая закупоривая возможности русского языка с наукой как институтом я не знаю можно ли что-то поделать и нужно ли вообще что-то делать то есть вообще можно ли спастись институт науки я не уверен я лично готов его хранить но другое дело чем он был наполнен и вот эта живая традиция я думаю это мышление высокий образец которого продемонстрировал Богородский оно же может жить и вне институте науки это может быть возможный путь вашего поиска потому что есть люди гораздо менее скованные институциональным миром не привязанных к рамкам к заклашам я например какое-то время был свободный журналист и у меня была возможность сделать что-то достаточно свободное не привязываясь к каким-то требованиям так у меня тоже был главный редактор и так далее поэтому может быть где можно поискать это где можно реализовать этот уровень мышления не института науки тот уровень мышления который демонстрировал Богородский те проблемы которые нам наследство от него достались а также практическая психология да даже тот же психоанализ у меня с юных лет студенческих такое ощущение осталось что единственные две работы в которых есть живая музыка которая прочитала это работа мышление речи у меня была реферат в котором курсе по ней и работа Фрейда не помню как называется изюминка в том что они не были сложны систематически там было куча дыра противоречий сдвигались понятия и автор противоречил себе но именно так противоречил что это было не суббор в голове а это была красота энергия движения мышления и я думаю что Фрейд я на Гейдер хорошо видел он именно целостность науки от эксперимента по строению каких-то конструкций мыслительных и к ним опять эксперимент в практику он то что наука делает за 300 лет Фрейд проделал за несколько сеансов работать со своим пациентом то есть я говорю о других профессиях в которых сегодня более благоприятны условия для реализации мышления чем в науке это отдельно спасибо спасибо большое я вам скажу пример который подтверждает истинность вот того что говорили сложность положения ученого которые это не новость в истории науки так же и в истории философии вы знаете что один из любимых философов Виготского был Спиноза Спиноза по сути дела имел возможность работать в университете но он никогда не работал то есть отказался работать в университете потому что это скойло его свободу мысли он предпочел шлифовать очки и быть свободным в своем размышлении потому что он считал что вот его включение в определенную скажем так систему схоластического догматического образования может привести к деградацию его умственных способностей и мешать ему выразить свою мысль и быть вот свободным для него свобода так же как и для Виготского каким образом быть свободным вот был очень важен и как ни странно вот проблема академической свободы бил и остается очень актуальной свободы вообще но в том числе академической свободы вот это одна из форм а без скажем так свободного пространства по сути дела или хотя бы каких-то островков свободного пространства развивать науки чрезвычайно трудно если не давать людям возможность отклоняться делать очки выбирать даже ходы которые казалось бы неправильны это тоже необходимый процесс в поиске научно-поиске спасибо можно да да пересмысление наследия Виготска одно из известных всех студентов нет положения Виготска о социальной ситуации развития и о зоне ближайшей а сейчас идет объединение цифр когда наедине зажимает окно переосмысливается как-то это положение где-то вами или вы просто выбросили на славу это положение социальная ситуация развития до ближайшей развитии и так далее скажем скажем так последние годы я могу заметить что есть двиг в понимании если долгое время на западе рассматривали ситуацию задача которые кстати не по зубам многим которые научились работать в сфере науки чисто скажем так аналитическим путем они умеют выделять какую-то сторону процесса проанализировать какие-то его другие стороны а собственно говоря синтетическое мышление которое требует понимания комбинации сложных соотношений чистых какого-то более сложного организма более развитого но нет таких нигде не учат синтетическому мышлению и нигде не учат каким образом понять именно соотношение понятий культурной исторической теории и еще понимание того что сама эта система понятий исторически развивалась то есть это не нечто застывшее а Вигоцкий все время он был недоволен собой все время старался развить все время он был мне кажется он был по отношению к себе более критичен чем другие которые критиковали отвергали он был готов сказать а если это не так вот то есть это действительно для меня это пример творческой личности и его разрешите закончить этим его собственная социальная ситуация развития это та социальная ситуация развития которая максимальным образом способствует магистральному фундаментальному развитию науки психологии его собственной социальной ситуации развития давать еще потом к вам да у много вопросов один из них родился как раз по мере вашей речи вопрос вы за свободу заставь говорить о необходимости свободы для того чтобы была вообще возможна интеллектуальная деятельность творческая деятельность как вы считаете вообще свобода была одним из предметов интеллектуальной заботы выгодского не обязательно прямо он писал а вот насколько она входила в какой-то интерес вот именно насколько она была в предмет интеллектуальной заботы центральной с моей точки зрения это была центральная проблема он в истории развития высших психических функций он совершенно четко определяет он писал следующее что вот впервые появляется возможность средствами конкретной науки психологии решить проблемы философские экспериментально решить философскую проблему свободы 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 воли и он опирался именно на ту традицию скажем так понимание свободы которая сформирована в первую очередь спинозой и во вторых гейлем вот это он следовал эту традицию но он не просто следовал он осмысливал вот этих двух и конечно потом и маркса вот этих трех мыслителей он осмысливал ни одного мыслителя а целую традицию в истории философии с точки зрения конкретной науки психологии вот это сам подход уникальный по своей сути очень трудно сейчас встретить таких людей и посмотрите кто скажем так обосновал саму психологию как науку люди которые имели определенный уровень культурного развития если посмотрите какие предметы преподавал логику этику философию Пиажер он из сферы биологии Фрейд из сферы медицины имел все эти люди с широким кругозором это не были скажем так узкие специалисты в какой-то области и это сам факт что Виготский именно из сферы гуманитарных наук пришел в психологию это его преимущество он просто не был под воздействием вот этих доминирующих представлений своего времени он смотрел как бы ту же самую проблематику как бы с другой стороны вот это одна из причин скажем так грандиозность замысла Виготского и сложность понимания в настоящее время потому что таких культурных высоко культурно развитых людей не то что исчезло но условия развития академической науки настолько затруднены что очень трудно чтобы развить такие высокоразвитые люди очень сложные задачи объективно сложные пожалуйста я так понимаю когда начинали этот труд писали книгу и назвали ее еще переосмысление исторической теории насколько я поняла для вас было важно вернуться к Глуботскому и вернуться к тем контекстам в которых Глуботский работает совершенно верно это и культурный контекст и культурный контекст это и контекст его непосредственного окружения абсолютно верно возможно тип чтения возможный способ чтения автора рассмотрения вот этих контекстов возможно ли другие типы прочтения Глуботского не обращаются к его контексту актуализируя его в настоящем момент то есть вы считаете как раз Глуботского в контексте сегодняшних актуальных проблем вот такой вопрос и что это если это возможно то может быть есть какие-то примеры такого прочтения и связанный с этим вопрос как вы относитесь к такому прочтению Глуботского который предложил Гонсалес Фернандо Гонсалес мы потеряли его к сожалению вот я могу сказать следующее вот эта задача я намекал когда я начал свое выступление о задачах которые не решены вот одна из задач которые не решаются в этой книге это как раз то что вы сказали то есть остается открытым вопрос каким образом развивать дальше культурную статистику теорию эта задача не решается в данной книге и придется много работать в этом направлении я могу сказать по крайней мере для того чтобы поставить как следует эту задачу и начать путь разрешения этой задачи нужно не только осмыслить вот теорию Вигоцкого и вот социально культурный контекст это очень важно делать вот эту задачу которую я попытался решить я не знаю если не удалось но кроме той задачи которую я поставил есть другая задача которая не поставлена и скажем так нужно поставить нужно осмыслить ход развития психологии с того времени к настоящему времени вот после несколько десятилетий очень много произошло и осмысление вот этого пути развития психологии как науки такое целостное комплексное философско-методологическое осмысление психологии как науки каким образом она существует в настоящее время это задача которая не то что не разрешена не поставлена не поставлена это придется вот это скажем так без решения этой задачи невозможно понять какие же все-таки пути дальнейшего развития культурно-исторической психологии потому что если попытаться только из культурно-исторической психологии все это вывести получается но путь не совсем тот который нам указал Виготский Виготский осмыслили все течения своего времени он осмыслит феребизм вунд феноменологическую психологию а как же можно решить задачу дальнейшего развития психологии если не осмыслить дальнейшее развитие всех этих течений психоанализа в многобразии в своем многобразии феноменологической психологии это не значит скажем так просто повторить осмыслить и осмыслить соотношение между разными психологическими теориями каким образом сформировались в настоящее время эта задача не поставлена с моей точки зрения так что для того чтобы я знаю что многие из вас заинтересованы дальнейшем развития культурно-серийской психологии это очень важно но есть просто следующее я могу сказать что есть задачи которые отдельный человек не может решить нужно целое поколение может быть несколько поколений людей чтобы решить сложную научную задачу и нужна кооперация сообщества нужны научные школы потому что такие проблемы как вот все которые в свое время решали и и Вигоцкий и Леонтьев и Лурия они решали в рамках определенного направления в рамках определенной школы были коллективные субъект а смотрите как сложно в условиях индивидуализации общества индивидуализации университета как института развить такие коллективные субъекты очень сложно это не значит что невозможно надо в этом направлении работать но тем не менее вот это одна из задач практических и теоретических которые нужно поставить и попытаться работать в этом направлении А Гонзалес мы потеряли его извините пожалуйста мы потеряли замечательного ученого Гонзалес он был моим другом мы встречались много раз на конференциях имел счастье быть близок к нему он развивал и причем очень плодотворным путем теорию и понимание которое было представлено его учительнице Бажович вопросов как бы связанных друг другом во первых на западе и вы наверное следите за этой литературой довольно много авторов которые призывают нас назад к Выгодскому что дескать мы теряем перспективы и оценивать целый ряд работ наших отечественных авторов как отход от линии Выгодского это первая часть вопроса как вы к этому относитесь вот к этим работам не вперед к Выгодскому а назад к Выгодскому и второй вы вероятно следите за литературой русскоязычной литературой которая здесь публикуется у нас есть целый ряд школ которые тоже позиционируют себя как продолжение Выгодского но они тоже очень различные я ожидал что в вашем докладе он называется на русском очень хорошо диалектический взгляд на концерт диалектика подозревает что мы можем находить и очень слабые стороны мыслители которые являются прямым продолжением его позитивных характеристик Вы краем это затронули сказав о заблуждениях что не надо осуждать но как бы свойственной себе мягкой манере ну так вот не затронули а мне хотелось чтобы Вы обострили до диалектического противоречия довели в эту ситуацию Вы знаете это было одним из направлений моего исследования но это то есть я следил слежу и продолжаю следить за изучением российской традиции и многообразие форм российской традиции действительно разворачивается очень интересный диалог у меня не сложилось окончательное скажем так и довольно обоснованное рассмотрение всего этого многообразия и это не вошло в мою книгу я просто честно признаюсь это в начале входило как одно из направлений допустим у меня было осмысление виготского восприятие виготского на западе у меня вышла такая работа с этим названием вот осмысление российской традиции задача намного более сложная и я думаю это мой призыв это к вам уже вот не лично я это я не индивидуально я ко всей публике я перечисляю себя это не важно именно к этой традиции это не важно в какой стране родился а именно в какой традиции я включаю себя для меня осмысление вот этой традиции остается открытой задачей в которой обязательно нужно работать я не избегаю ответить я просто это ощущение сложности решения этой задачи а западных авторов коснитесь западных западных я коснулся критическим путем довольно никак ну вот диалектически диалектически резко очень резко многие из них восприняли критику многие из них отказали воспринимать критику вот так что по крайней мере что касается вы знаете на западе решить эту задачу легче там более менее развит сам предмет в общем-то не уж такие развитые представления и взгляды можно легко классифицировать и легко критиковать но разрешите мне сказать следующее с моей точки зрения и здесь я исхожу из немецкой скажем так традиции из марксизма с моей точки зрения самая глубокая критика это позитивное изложение и решение проблемы вот а это задача которые позитивное изложение вот тех проблем которые поставлены скажем так и в российской и в западной психологии еще надо работать над этим так что вот это самая высокая критика позитивно давайте разбираться кто будет решать эти проблемы позитивно вот да пожалуйста поскольку время уплотняется я четыре таких взгляда скажу один прошлое возможно уже сделали и три будущего про то чего еще не сделали да да прошлое вот смотрите спиноза он не был зависим от официоза экономического то что имел чем вырабатывать на жизнь фихтер я не знаю его биографию наверное он был просто не бедным человеком занимался философией что называется для себя у меня знакомый такой Жан Загидуллин он в институте философии защищал кандидатскую диссертацию как раз посвященную вопросу которую поставили о том что сегодня из себя представляет российская психология и поскольку он был независим финансово от института психологии он себе позволил довольно такие смелые и острые формулировки о том что из себя представляет сегодня российская психология я думаю что Слугодским предполагаю была такая ситуация у Слугодского были очень такие интимные отношения со смертью потому что диагноз я думаю достаточно рано ему был поставлен он понимал что умрет он скоро и в общем-то ну и Чехов там кто-нибудь там из этих базир великий не помню как его заболевать вот то есть туберкулезники они как бы живут очень интенсивно я думаю что отношение со смертью это был один из источников свободы абсолютно верно а насчет будущего я думаю тут три такие разреза первое все-таки выгодский большое значение придавал знаку как интеллектуальном орудии И много есть литературы, где есть попытка проследить историю знака Устная речь, письменная речь, искусственные языки Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля Доходим до компьютера А сейчас я попрошу аудиторию поднять руки Кто знает, как работает обучаемая нейросеть? И вряд ли кто-то это? Кто знает? Мы знаем, как она обучается Мы не знаем, как она работает То есть, понимаете, как бы в истории развития знака Произошел некоторая остановка То есть, уже инженеры научились что-то там творить Сатанисты эти А ученые, в том числе занимающиеся историей знака Они не могут это осмыслить То есть, как там вот этот инженер Который обучает, не понимает, как работает его черный ящик А современный философ не понимает, что в голове у математика и у дата-сиентиста Вот это одна из проблем Потому что если... Ну, я не говорю про психологию Хотя это и психологии тоже делают Хотя бы философия Понять вот эту историю эволюции знака И все-таки понять и объяснить Что же такое пресловутый искусственный интеллект Что же такое за нейросеть и как она работает Я считаю, что эта задача не решена Надо, конечно, посмотреть сейчас все популярные курсы Там Яндекс, Сбербанк Может быть, там они нашли способ на пальцах изложить Ну, по крайней мере, если это и сделано То это сделано не философами, не психологами и инженерами Второй взгляд, я думаю, что... Вообще, я воспринимаю как Гегеля Судя по тому, какие косвенные блики от него идут Какой-то большой взрыв какой-то вообще в истории мышления Но я точно знаю, что я не буду читать Гегеля И я точно знаю, что там из случайных 20 тысяч человек Может быть, только один будет читать Гегеля И мне кажется, для того, чтобы спасти вот эту живую мысль, живую традицию Наверное, нужно искать какой-то язык Не знаю, клиповый, метафорический, образный Может, это не совсем уже наука Может, это, не знаю Может, это театр Может, это поэзия Но науку сохранить, я считаю, в ее философию даже В ее исторически сложившихся формах В традициях очень проблематично И третье, что я хотел сказать Для этого, в будущем Как читать Выгодского? Был заданный вопрос То есть можно читать его с позиции Какого-то широкого культурного контекста Который становится все более недоступным Я считаю, что можно его читать с позиции личных каких-то тяжелых кризисов И в этом смысле поле вообще освоения Бугодского Это может быть психиатрия Даже не психотерапия И такая награда между психотерапией и психиатрией Я знаю, что сейчас есть такие школы, которые базируются на очень глубоких философских представлениях Прорывах каких-то И при этом они лезут в психиатрию со своими вот этими представлениями Вот это все Спасибо Спасибо Я мог прокомментировать Очень интересные вопросы затронули Первый вопрос связан с отношением Бугодского к смерти Это действительно так Вы очень правильно определили Я думаю, кстати, это связано еще с проблемой свободы И нужно, может быть, рассматривать вот это отношение Бугодского к смерти В связи с концепцией Франклина о смысле жизни И не случайно, что и Франклина, и Бугодский ставят проблему смысла Проблему как центральный вопрос Когда вот человек на грани жизни и смерти А Бугодский действительно был в течение вот долгого времени его жизни Именно на грани И это одна из причин его вот этого ревка, который осуществил И старался действительно осуществить свою жизнь Я полностью также согласен с вторым моментом вашего комментария Еще придется изучать серьезно историю развития знаков Но вот эту проблему поставил немецкий мисслитер Рюкреин И насколько важно для культурно-исторической теории и теории деятельности То есть попытаться осмыслить, что, собственно говоря, произошло В течение вот этих десятилетий с развитием, скажем так, так называемых цифровых технологий Потому что, может быть, придется пересматривать или переосмысливать Я не знаю как Культурно-историческую теорию с точки зрения вот этих изменений Это один из моментов, который нужно серьезно осмыслить Я читал с большим удовольствием статью, которую писала Ольга Витальевна В культурно-исторической теории Она ставит там серьезную, очень серьезную вот эту задачу Вот на таким, я думаю, что очень важно поставить вот такие нерешенные вопросы Вот комментарии, я не знаю, если что-то забил Может быть, давать слово А вам не кажется, что опьянение цифры пройдет через 20 Не уверен И скоро пройдет Ведь речь о смыслах, а компьютер смысла не понимает Ох, это уже Это очень большая дискуссия Но мне кажется, что это надолго и очень глубоко вошло И даже, я могу очень много сказать, но это уже выходит за рамки нашего Сегодня, ну вот, того контекста, который мы говорим Только один штрих, одну сторону Вы знаете, допустим, в последние годы Я выскажу, вот, постараюсь высказаться об этом Потому что связано именно с характером моего выступления Возникла, так называемая, дискуссия о больших датах Big data, так называемые То есть нужно просто собрать, обрабатывать вот эти большие данные И есть такие алгоритмы, есть такие способы Есть такие ученые, которые считают уже все Есть такие алгоритмы, есть такие системы технические А, собственно говоря, зачем нам нужна теория? То есть многие считают, что, собственно говоря, теория вообще не нужна В эпоху больших данных, вот этих накоплений Я просто не хочу ответить на это Просто возник своего рода нигилизм по отношению к теории Причем не только любой науке Это теоретический нигилизм И вот это увлечение техники Доходит до формы своего рода Маркс критиковал в свое время товарный фетишизм Это своего рода фетишизация технических средств Не понимая, собственно говоря, какую задачу эти технические средства могут решить И какую задачу эти технические средства не могут решить А есть, с моей точки зрения, собственно говоря, поле свободы В сфере науки Свободного творчества Это как раз Когда Многие из таких рутинных задач Перейдет на технические средства А сам субъект научного творчества Может сосредоточиться На решении таких магистральных, фундаментальных вопросов Которые даже не поставлены, не осмыслены Тем более не разрешены Так что это Наоборот Возникновение таких технологий Показывает, что сейчас нам теория нужна Больше, чем когда-нибудь В прошлом Сейчас Именно в эпоху культа информации Может этот культ деньгами просто подбитывается Надо продавать эту технику Надо производить Надо покупать Миллиарды денег выделяет Россия 70 миллиардов надо справиться Распилят наши чиновники Доложат Путину Все хорошо То есть все-таки на вопрос мой Как бы вы сказали Пройдет это опьянение Или мы станем роботами Это вполне возможно То есть Вы знаете Скиннер Можно с ним согласиться Или не согласиться Он был очень умный Психолог И Скиннер Высказал следующее место Он видел вот эту тенденцию Надвигающую Он говорил Что то что я вижу Это процесс Когда все Машина становится Все более умная А человек все больше тупеет То есть Объект Становится все более Скажем Продвинутый Развитый А возникает Возможности распознавания Перевода Все более умнее Нет А сам субъект Все больше Деградируется И это очень интересно Что именно Бехевиорист Показал Именно вот эту тенденцию Он четко Ясно Поэтому он написал книгу За пределами Свободы и достоинства Да 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 В какой-то степени Его теории Способствуют Вот такому Технологическому Мировоззрению То есть То ситуации Которые он критикует Он своей теории Способствовал Чтобы Утвердилось Я считаю Что очень важна Сегодня наша встреча Потому что Манолис поставил Громадной важности Проблематику Диалектический взгляд На концепцию Выгодского И я в своих вопросах Попытался Так сказать Спровоцировать Некшим образом Дискуссию Потому что Я этой проблемой Действительно занимаюсь И для желающих Я могу сказать Вопросы психологии Третий номер За 18-й год У меня статья Опубликована О реинтеграции О возможности Реинтеграции Концепции Выгодского И концепции Леонтьева Когда я эту статью Первый раз Предложил редакции То при всем уважении Ко мне Я довольно Давно там О какой Реинтеграции Может идти речь Если Деятельностный подход Леонтьева Прямо вытекает Из концепции Выгодского И мне удалось Показать Что это не так Что Распад Школы Культурно-исторической Психологии Это действительно Реальность При сохранении Всех личных Взаимоотношений Уважения Друг к другу В научном отношении Леонтьев Не случайно Уехал в Харьков Для того Чтобы быть подальше И начать Разрабатывать Свою собственную Конструкцию А в это время Выгодский Пишет Рукопись История Развития Высших Психических Функций Которая не была Опубликована Эта работа Была Так сказать В стол Если мы можем Сказать И там Содержится Не называя Леонтьева Целый ряд Критических Замечаний В адрес Концепции Леонтьева Мы сейчас Находимся В неком Периоде Годовщины Со дня Рождения Льва Семеновича Выгодского 123 года Ему 17 числа Могло бы Испомниться Ну Так мы Обычно Отмечаем Эти даты Различными Конференциями Имманолис Отнюдь не случайно Здесь сегодня Присутствует Потому что Это очень Знаковое Событие Большое спасибо За эту возможность Посмотрите Что он пишет Выгодский Знак Можно Рассматривать Как орудие У нас Полно работ Которые пишут Психологическое орудие Психологическое орудие И так далее Конференции Цели Сейчас идет 20-я Юбилейная конференция Посвященная Памяти Выгодского Она опять Про психологическое орудие А Выгодский Прямо пишет Отождествить Знак орудия Это самый негодный Способ Отождествления Орудие Направлено Вовне Знак направлен Внутрь Знак служит Организации Собственной деятельности Орудие Изменения Ситуации И мы как будто Не слышим А ведь это уже Опубликовано И так сказать Третий том Вышел в 83-м году И за это время Можно было бы С карандашом В руках Так сказать Почитать и для себя Это выловить А мы это не ловим А не ловим Почему? Потому что требуется Переосмысление Самой концепции Знака И довольно серьезно Потому что У выгоцкого Она сохраняется Та традиционная Гумбальтианская концепция Слово Имеет смысл Я всегда провожу Такой простой Эксперимент Мои магистранты Знают про это Я начинаю Понятно Понятно, да? Вам понятно, что Знак не имеет смысла Смыслы есть Только у человека Знак Это средство Удержания Этого смысла Если мы это Начинаем понимать То мы тогда Совершенно иначе Относимся К знаковым формам Культуры Это Шелуха мысли Пишет один из Современных авторов Очень советую Посмотреть Он весь в сети Есть Бибихин Владимир Вениаминович Это же очень важно Понимать Потому что А мы как бы Оставляем это Ну вот есть такой остров Под названием Хайдеггер Ну мы мимо проехали Нам это не нужно Вот я хочу подчеркнуть Требуется И я Очень благодарен Манолису Что он это Очень подчеркнул Что требуется Переосмысление Целого ряда Понятий Которые Мы считаем Застывшей Культурно-исторической Психологией Как к монументу В юбилейные дни Подходим Очищаем Курочка Где-то там Где плесень появилась Подчищаем И вроде у нас Все в порядке Почему я говорю Назад К выгодскому Это страшно Потому что Это значит Наука будет Крутиться по кругу Надо идти вперед К выгодскому А вперед Опять Манолису Сошлюсь на вас Это движение С точки зрения Развития этих идей Я бы очень пожелал Нам всем Чуть-чуть сдвинуться В прямом значении Это слово Сдвинуться От каких-то вещей Которые нам привычны Подойдя к новым Спасибо Спасибо вам Коллеги Если можно Еще буквально Два-три вопроса Вы хотите сюда Нет Спасибо Скажите пожалуйста Вы Хорошо знакомы Даже связаны С такой Разнородной областью Как Критическая психология Вы публикуетесь В коллективной фонографии Да Да Критическая психология Конечно же Знаете что Они Отличаются Все Как раз Вниманием Вопрос Про пистемологию Да Как вам кажется Можно ли Связать Критическую психологию Культурно-историческую Есть ли здесь Какая-то перспектива Как раз Несноровки той задачи О которой Вы говорили Отвечая на вопрос Натальи Что Нужно как-то Осмыслить Пистемологию Между губотскими С современным Моментом И это позволит Как-то Вактуально Врачи Спасибо За ваш Вопрос Это действительно Вопрос Меня Очень сильно Волновал И волнует Кстати Я Один из Редакторов Специального Выпуска Журнала Аннел Ревьев Критика И это Была Попытка Осмыслить Критическую Психологию В разных Странах И Возникло В результате Очень сложная Картина Потому что Это настолько Такое Многообразие Удивительное И Вот Еще Кстати Там до конца Нет у нас Целостной Работы По смыслению Критической Психологии Кстати Фернандо Гурзалес Рей Это Один из Таких Мискителей Который Является Является Одновременным Представителем Критической Психологии В Бразилии И Представителем Культурно-исторической Теории Он Совмещает Эти Скажем так Два Течения Причем Очень Интересным Образом Уникальная Личность И Уникальная Теория С моей точки зрения Можно согласиться Или не согласиться Но Это Другой Разговор Но Я могу Сказать Что Критическая Психология С точки зрения Эпистемологии Это Везма Скажем так Пестрое Это Неоднородное Там Можно Найти Феминологию Теорию Деятельности Есть Очень Допустим В Дании Хольцком Очень Сильное И Серьезное Осмышление Теории Теории Деятельности Кстати Теории Деятельности Леонтьева Леонтьев Бил для них Кумиром И Они С моей Точки Зрения Внесли И Надо Им Отдавать Должны Серьезный Вклад В развитие Теории Леонтьева Надо Говорить Об этом Открыто То есть Я Очень Положительно Отношусь Таким Коллегам Из Дании Которые Развили Дальше Теорию Леонтьева Причем Совершенный Контроль Контекста Подточим К тому Что Было В СССР Но Очень Творческим Путем Так что Это Тоже Вопрос Довольно Сложный Из Тех Которые Ну Тех Которые Надо Поставить И Подумать О них Пожалуйста Такие Два Штриха Тоже Пазл К Пестрому Одеялу Которое Развесили Значит Я Недавно Знал Какую Интересную Историю То есть Я хочу Сказать Что История Науки Это Не Только Развитие Идей Это История Личных Отношений Это История Социальных Институтов Это История Вопроса Где Вообще Зарабатывать Себе На хлеб Оказывается Теория Относительности Была Открыта В 17 Веке Открыла Роберт Гук Но У Исака Ньютона Был Более Высокий Статус Он Был Начальником Монетного Двора И он Гук Просто Затоптал Он Уничтожил Все портреты Его Сейчас Нет Ни Одного Мы Не знаем Как Выглядит Роберт Гук В 17 Веке Теория Совете Более Громкий Голос Ньютона Сказал Что Это Ненаучно Второе Что Хочу Сказать Что Ситуация Сегодня С инженерией И с философией И с наукой Буквально Неделю Назад Существовалась Большая Конференция Там И Путин Участвовал И главы Крупнейших Наших Корпораций Яндекса Газпром Нефти И там Один Из Круга Столок Был Посвящен Квантовым Вычислениям И Вообще Передовому Фронту Российской Физики И математики Вот Я спрашиваю Академиков Ну а как Вообще Современная Философия Что она Вам дает Есть ли Какая-то Помощь Помощь Ноль Вот мы Действительно Бьемся Над какими-то Новыми Подходами Мы не можем Получить Там Я не знаю Как бы Почему То ли они Знаете Какая-то Лиса В Раду В гости Ходила Или не Ходила То есть Я знаю Что у нас Есть очень Серьезные Разработки По истории Физики Которые Можно Вот у нас Недавно Умер Степин Который Очень серьезно Огромная Батерия Для российской Науки И А другой Более Лоярный Относит Физика Математика Говорит Ну знаете Да У нас Философы К нам Приходят Но они Как зеркало Заднего вида Они нам Немножко Объясняют Что происходит Что уже Произошло В результате Внедрения Но вперед Они пока Посмотреть Почему-то Не могут И второе Значит Я бы хотел Привести Некоторую Идею Давида Израильовича Дубровского Это у нас Знаете его Да Конечно Ему Наверное Лет 100 Скоро Но он Молодец Он Молодец Он Держится Да Вот Он Сказал Такую Вещь Что Проблема Искусственного Интеллекта Это С одной Стороны Конечно Это Может быть Вообще Гроб Для Человечества Это Может То есть Это Кризисное Это Проявление Кризиса Потому Что Это Вызов Вообще Философам Вновь Вернуться К Так Назваемой Трудной Проблеме Сознания То есть Психофизической Проблеме Которая Не решена И Для Многих Она Существует Да Есть Такие Люди Которые Не Обладают Чувствительностью К этой Проблеме Нет Этой Проблеме Вот И То есть Вот Кризисная Сегодняшняя Ситуация Она Как бы И Риск Она И Большая Возможность И Вот Давид Он Как бы Говорил Давайте Ребята Вот Он Обращался К Инженерам Которые Работают С Большими Данными Поднимите Руки Кто Считает Что Это Важные Проблемы Кто Неважные Давайте Я Сколько Угодно Буду Таскать С Вами Семинары Проводить Дискуссии Я Очень Хочу Чтобы Вот Это Обсуждение Состоялось То есть Чтобы Вот Этот Повод Вот Этот Распиаренный Искусственный Интеллект Использовали Чтобы Вернуться К Серьезным Человекским Проблемам Да Спасибо Только Скажем так Хотел Обратить Ваши Монеты На Одну Сторону По Сути Дела В 70 Годы Многие Скажем так Западные Коллеги Я К ним Не Очень Причисляю Себя Или Вообще Не Причисляю Вдруг Открыли Что Проблему Сознания И Это Открыли Проблему Сознания И Открытие Проблемы Сознания Было Связано С Развитием Именно Вот Искусственного Интеллекта То есть Они То есть Их Само Развитие Техники Технологии Но Это Уже Тема Вот Виступления Который Будет В четверг Об этом Поговорим Подвела К Открытию Проблемы Сознания Которые Обсуждали Советские Психологи В 20-е годы Как В свое время Говорил Брюнер Была Битва За сознанием То есть Долгое Время Не понимали Зачем Там Ссориться Что Там Делать Проблемы Которые Представляли Собой Один Сознания Главнейших Один Один Из Важнейших Философов Сознания На Запад Это Джон Церл Он Совершенно Четко Описал Ситуацию Он Сказал Что Все Теории Сознания Провалились Нет Ни Одного Удовлетворительного Теории Сознания Он Называет Натурализм Материализм Дуализм Функционализм Все Господствующие Теории Скажем Так Сознания На Западе Он Он Считал Что По сути Провалились Не дают Удовлетворительный Ответ Я не говорю Что культурно-историческая Теория Решила Проблемы Сознания Но по крайней мере Поставила Так же Как И обсуждали Люди И Они Вот этот Вклад Культурно-исторической Теории В исследование Проблемы Сознания Они еще Об этом Вкладе Не знают Многие Большинство Из них Вот Наверное Все Наверное Спасибо Большое Спасибо Сегодня было Много студентов Магистрантов Да К сожалению Как-то все так сидели В основном тихо Но вот просто Проиллюстрировать У нас был недавно Разговор С одним студентом Он говорит Вы можете дать Нормальный учебник По культурно-исторической Психологии И вы знаете Я просто со стыдом Подумала Что нет такого учебника На русском языке Ну нету Учебника Который бы полно Раскрывал эту концепцию Где-то отдельные главы В каких-то учебниках Но нормального пособия Из которого Можно было бы вынести Целостное представление Культурно-исторической Теории Нет Поэтому я всем рекомендую Читать вот эту Прекрасную книгу Но она на английском Поэтому наша Следующая задача Мне кажется Ее перевести Спасибо большое Спасибо большое Все желающие Могут остаться Продолжить пить чай Я хотела бы объявить Вот Манолис сказал В четверг В 16.30 В 16.30 Здесь же Да-да-да Будет семинар С Манолисом И Николаем Николаевичем Вересовым Также по Культурно-исторической Концепции Если кто-то может Прийти То всех приглашаем И О следующих наших Чаепитиях Мы вам напишем Если вы оставили Свои контакты Спасибо Всем большое Спасибо Спасибо